И в эфире программа «Ныне» с информацией в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Фронтовики, наденьте ордена и новенькие медали. Торжественное вручение нагрудных знаков, выпущенных к юбилею победы, сегодня состоялось в гарнизонном доме офицеров. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Ветераны Великой Отечественной уходят, но память о них живет в сердцах детей и внуков. Родом из детства в концертно-выставочном зале «Муза» новая экспозиция. На этот раз куклы авторской работы преподавателя школы искусств Ирины Шуст. И обо всем подробнее. Согласно указу президента России, памятные медали в честь 70-летия победы предназначены для участников и инвалидов войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей. Сегодня в гарнизонном доме офицеров состоялось первое торжественное мероприятие, где почетное право вручения нагрудных знаков ветеранам было предоставлено главе Ахтубинского района. Сегодня в доме офицеров было особенно торжественно. В фойе участников мероприятия встречали воспитанники кадетской школы и юные барабанщицы. В зале было многолюдно. На почетных местах сидели убеленные сединами Ахтубинцы, небонаслышки знающие, что такое война. Как школу закончили, семь классов, сразу трое пошли на работу. На железной дороге и на паромной дежурили, поезда военные переписывали и в Саратов передавали. Я помощником машиниста начал в 1944 году. Проучился два года, потом был командирован в Сталинград. Поезда водили, горючие подвозили. В обратную сторону брали санитарные поезда. Очень часто были. И бомбежки были, и ранения нанесло вот здесь. Даже осколок здесь остался. И вновь. Потом на восстановлении Сталинграда работали. Дорогие и уважаемые мои ветераны! Сегодня вас пригласили в этот зал для того, чтобы начать процедуру вручения юбилейных медалей, посвященных 70-ти победы советского народа в годы Великой Отечественной войны. Это сегодня наше первое мероприятие на территориях Тубинского района. Мы всегда чтим память тех, кто не вернулся с полей в войны. И сегодня пригласили тех, кто вместе с нами, кто здравствует. Для того, чтобы еще раз посмотреть вам в глаза и сказать слова благодарны за то, что вы сделали для нас, потому что мы живем в этом мирном, чистом и светлом небе. Многоцветное изображение – знака ордена Отечественной войны первой степени. Так выглядит лицевая сторона юбилейной медали, учрежденной указом президента Российской Федерации. На оборотной стороне в центре надпись «70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Участникам боевых действий, труженикам тыла, узникам концлагерей. Соблюдая почетную миссию, глава района памятный знак вручал каждому ветерану лично. Сегодня юбилейные медали получили более 200 человек. Всего наград будут удостоены около тысячи ахтубинцев. Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти народной. Великая Отечественная война является небывалой по своим масштабам массовому героизму на полях сражений, лишением самоотверженному труду в тылу и невыразимому трагизму. Эта война для советских людей стала Великой Отечественной, потому что весь народ бывшего Советского Союза встал на защиту Родины. К сожалению, с каждым годом ветеранов, ставших очевидцами событий 70-летней давности, становится все меньше. Но память о них жива в сердцах их детей и внуков. В семье Предвечных память об отце Иване Петровиче Предвечном, герои Великой Отечественной войны, чтут и бережно хранят. Когда началась Великая Отечественная, он был призван в ряды Красной Армии. До этого он работал на Ахтубинском судоремонтном заводе конопатчиком. На фронт Иван Петрович попал в марте 42-го. Ему было всего 19 лет. Тут получилось так, что он пробыл на фронте чуть больше месяца и попал в плен. Каким образом он попал, он не рассказывал. Так же, как и о всех своих участиях в войне, мало рассказывал. Отдельные только случаи там. Попал в плен. В плен он был где-то почти более года, чуть более года. Под Николаевом на Украине, как сейчас город Николаев, как он мне рассказывал, был там. Потом они бежали уже после Сталинградской битвы. За этот промежуток времени прошла Сталинградская битва. И они, уже наши войска пошли вперед. И, видать, такой момент настал, что они бежали из лагеря под Николаевом. После освобождения из плена Иван Петрович был стрелком, затем командиром минометной батареи. Рассказывать о том страшном времени Иван Петрович не любил. А если даже и что-то говорил, то только если это приходилось к слову. Он был человек скромный, малоразговорчивый, очень выдержанный. До предела выдержанный. Никогда не говорил ни грубого слова, не повышал голоса, что удивительно. Очень здорово. Хотя прошел такие в жизни, такие ситуации, которые с ним складывались. Спросил его, за что ты получил ордена. Ну, за то, что разбивал немецкие артиллерийские батареи. Он занимался тем, что обстреливали они артиллерийские немецкие батареи. Ну, таких каких-то подробностей он не рассказывал. Рассказал однажды, что когда он участвовал в форсировании рек Висла и какая там еще в Германии. Две реки. Одна в Польше, одна в Германии. Висла и Одер. В них там участвовал в их переходе. В какой-то момент говорит, что там то ли снаряд упал или что. И пулемет с плота или с лодки, где они там переправлялись, упал в реку. Ну, его там говорят из Волги плавать умеешь, давай доставай пулемет. Ну, рассказывал этот момент, как он... Ну, было не глубоко, но вытащили его там и все. На фронте Иван Петрович был ранен в руку. После окончания войны он два года служил в Германии, а затем вернулся в Ахтубинск. До войны работал на сударемзаводе и так сразу же вернулся на сударемзавод. И до последнего момента всю жизнь проработал на сударемзаводе. И год, как ушел на пенсию, проработал еще в должности начальника отдела снабжения сударемзавода. Ну, и год проработал на пенсии, умер. Там заболел и умер. Об отце Виктор Иванович всегда вспоминает с большим теплом. Он учил его и двоих сестер трудиться, быть ответственными и порядочными людьми. Очень грустно, что ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну, становится все меньше с каждым годом. А ведь они так много еще могли бы поведать о событиях, участниками которых являлись. И всегда хотели, чтобы их потомки жили под мирным небом и никогда не узнали, что такое война. За праздничные дни на дорогах города и района совершено несколько дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, есть и со смертельным исходом. 8 марта в результате аварии на автотрассе близ села Сокрутовка погибла молодая женщина. Для ее маленькой дочки, которая ехала вместе с мамой в автомобиле, но осталась жива, этот день теперь вряд ли будет ассоциироваться с праздником. С наступлением весны на дорогах города и района значительно возросло количество автотранспорта. Многие водители, несколько месяцев не сидевшие за рулем своих авто, вероятно потеряли навыки вождения. Отсюда может быть и рост дорожно-транспортных происшествий. 8 марта в 20 часов 00 минут в 4 километрах от дороги Волгоград-Астрахань до села Сокрутовка водитель автомобиля ВАЗ-2105, 91-го года рождения, не справился с управлением, выехал на левую обочину, в результате чего совершил опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте происшествия, его пассажирка, находящаяся на заднем левом пассажирском сидении, 80-го года рождения, также скончалась от травм в карете скорой помощи. 9 марта на автодороге Ахтубинск-Нижний-Баскунчак водитель автомобиля, не спирался с управлением, совершил опрокидывание, в результате чего его пассажирка, девушка пострадала, также получила телесные повреждения, в результате чего доставлено в Ахтубинскую районную больницу. Работники автоинспекции предупреждают, водители, будьте внимательны на дорогах, не превышайте скоростного режима, соблюдайте правила эксплуатации автомашин, движения безопасности, последствия могут быть очень трагичны. Долги по коммуналке. На эту тему в нашей программе прошел уже не один сюжет. Поводом для очередного стали высказывания Ахтубинцев на одном из местных интернет-сайтов, а также информация, предоставленная руководством компании, поставляющей горожанам воду и тепло. На сайте Ахтубинск сегодня вдруг появился необычный пост. Необычный в том, что авторы вниманию пользователей представили одну единственную квитанцию – расчет за коммунальные услуги. Как следует из документа, за потребление холодной и горячей воды житель города Некта-Эс задолжал компании поставщику услуг немалую денежную сумму – более 100 тысяч рублей. Последовали комментарии, в том числе и того человека, чья фамилия значится в платежке. Он посетовал на непростые взаимоотношения с центром, пояснил, что платежи приостановил намеренно, в надежде, что последует разбирательство в суде, там, дескать, и выяснится. Примерно то же самое мы услышали по телефону. А публикование квитанции в интернете руководство компании «Центр» не одобряет. Ведь раскрытие информации о частных лицах – дело наказуемое. Ну, не уголовное, но административно наказуемое, насколько я знаю это точно. Кстати, я даже не знаю, кто его выложил, почему именно скибл. Могу догадываться, конечно. Но борьба с неплательщиками ведется, ведь таковых немало. По данным компании, у одних задолженность текущая, другие не платят годами. В прошлом году нам было удобнее работать до апреля месяца, когда мировые судьи принимали судебные приказы. То есть мы подаем свои документы, мировой судья их рассматривает по упрощенной схеме, выдает судебный приказ. Судебный приказ поступает нам, судебный приказ поступает к тому должнику. Если кто-то считает, что этот долг неправильный, он его испаривает, судебный приказ отменяется. Тогда уже идет другая процедура. Около 160 таких судебных приказов сделали. С апреля месяца, значит, процедура судебных приказов отменена. И теперь на каждого должника мы должны подавать по каждой услуге отдельно и выдерживать всю процедуру. То есть подали заявление, заплатили госпошлину, судья какое-то время рассматривает. Потом пошли судебные заседания. У нас юридический отдел всего два человека. Начальник отдела занимается юридическими лицами. Второй юрист занимается, скажем так, гражданским, то есть населением. Естественно, такой объем работы, который у нас, просто-напросто, это нужно жить в суде. Вот у меня список 180 человек по всему городу, значит, тех, у которых задолженность от 50 и выше. Ну, есть где и 160 тысяч должны, но это уже, скажем так, уникум. Злостные неплательщики – это люди далеко не бедные и известные в нашем городе безнаказанность, я считаю. Хотя денег у людей на квартплату достаточно. У нас не такие завышенные тарифы. 23 миллиона рублей – таков общий долг населения. Головной боли коммунальщикам добавляют и юридические лица, прочно закрепившиеся в списке злостных неплательщиков. Их суммарный долг приблизился к 85 миллионам рублей. Основные задолжники – это так называемые структуры, которые подведут в Министерство обороны, то есть это РЭУ и Славянка. Славянка нам должны 22,5 миллиона рублей, РЭУ – 27, ну почти 27 миллионов рублей. Недополучая деньги от своих абонентов, ресурсоснабжающая организация «Центр» сама вынуждена пребывать в статусе должника. Около 200 миллионов ей необходимо для расчетов с газовиками, энергетиками и другими структурами. Районная детская школа искусств имени Балакирева собрала под своим крылом множество одаренных воспитанников и немало талантливых педагогов. Они не только учат детей, но и сами с удовольствием стремятся к познанию, продолжают развиваться, творить, постигая мир прекрасного. В конце прошлой недели одна из преподавателей художественного отделения школы Ирина Шуст представила авторскую экспозицию кукол ручной работы. Ирина работает в школе искусств более пяти лет, преподает декоративно-прикладное творчество, учит детей видеть красоту и создавать ее своими руками. Стараниями талантливой художницы театральная студия школы искусств обрела новый облик. Недавно у Ирины появилось еще одно увлечение, которому она старается посвятить максимум свободного времени. Изготовлением кукол я начала заниматься два года назад. Я была в декретном отпуске. Декретный отпуск – это огромное поле деятельности и вообще очень большой всплеск эмоциональный. Плюс родилась дочка, и она, наверное, подтолкнула заниматься этим видом деятельности. Родные отнеслись к новому увлечению Ирины с пониманием. Да и как могло быть иначе? Куклы, сотворенные ее талантливыми руками, удивительно прекрасные. Мельчайшие детали одежды, аксессуары, выражения глаз – все доведено до совершенства. Каждая из кукол уникальна и, по словам мастера, имеет свой неповторимый характер. Данную куклу зовут Маргана. Она такая, с чертовщинкой у нее рожки маленькие здесь, катушка, неотъемлемая часть моей деятельности. Это моя личная кукла, с которой, когда рисуешь лицо, какой-то образ вырисовывается, и все. Ты понимаешь, прижимаешь ее к себе, просто понимаешь, что это твоя кукла. Бывает же такое, что какая-то определенная вещь тебе просто западает, и все. Ты понимаешь, что это все твое, никому ты не отдашь, никому ни за какие деньги, ни ковришки никакие не продашь. За два года Ирина создала около 300 маленьких прелестниц. Большинство из них уже нашли себе хозяек, причем с самых разных возрастов. Часть кукол разъехалась по другим городам. К открытию выставки мастерицы пришлось немало потрудиться. На изготовление каждой куклы уходит в среднем неделя, но для истинного творца время летит незаметно. Ирина говорит, что получает от работы огромное удовольствие и хочет дарить эту радость окружающим. Потому и решилась на персональную выставку. Мысль о самой открытии, о самой выставке родилась очень, скажем так, неожиданно. После того, как была сделана определенная коллекция кукол, которая называлась первоцветами, и эта кукла уехала в город Белгород, сейчас о судьбах кукол я, в принципе, ничего не знаю. Когда вот эти 10 кукол я собрала и посадила их на диване, мне просто захотелось, именно мысль родилась того, что захотелось этих кукол оставить здесь, скажем так, на родине, и сделать их в таком масштабном количестве, чтобы каждый человек мог выбрать какую-то свою определенную куколку. Открытие выставки было организовано в преддверии 8 марта и посвящается она всем прекрасным девочкам, всем прекрасным женщинам, бабушкам, всему женскому полу. Потому что, я думаю, в каждой из нас, несмотря на возраст, находятся вот эти маленькие куколки, с которыми мы в детстве играли. Открытие выставки стало настоящим торжеством. Было множество гостей, цветов, творческих выступлений, в общем, все удалось. Но останавливаться на достигнутом талантливая мастерица не собирается. Творческих планов много, в том числе связанных с куклами. Вот данная куколка, это куколка, скажем так, выполненная по эскизам. В будущем я хочу с этой куколкой связать свой проект, который, не знаю, опять же, получится, не получится. Это главная героиня сказок. Вот, и по этой куколке, мне просто очень захотелось ее выполнить, посмотреть, как она вообще вот именно вживую будет. Хотелось оформлять по этим эскизам сказки различные. Вот, она будет являться главной героиней. То есть, это девочка, которая будет жить в лесу, у нее будет какой-то зверек, не зверек, какая-то подружка, скажем так, лесная. Когда и с кем этот будет проект осуществляться, я не знаю. Вот, ну, такие мысли есть. Посмотрим, что получится. Солнце светит все ярче, световой день становится длиннее, и дачники ждут не дождутся, когда почва подсохнет, и можно будет приступить к работе в саду и огороде. Впрочем, без дела они не сидят и сейчас, а с энтузиазмом выращивают рассаду овощных у себя дома на подоконнике. На календаре 11 марта. А на лоджии Михаила Леонтьева, дачника с большим стажем, благоухают рассада помидоров. И не только. Перцы, баклажаны тоже. Распустились почки и на виноградных чебуках Леонтьева. Виноград – его хобби. У меня порядка, около двух десятков кустов. Ну, весь виноград такой, я скажу, элитный виноград, хороший. Вот я в руках держу преображение. Это один из последних сортов. Ну, я так щебуки посадил, на всякий случай, для посмотреть, как он вызрел, не вызрел. Ну, вот видите, почка уже, глазок он уже зелененький выскочил, на свет просится божий. Дальше я его перенесу на дачу. А вот уже осенью я его выкопаю и разъединю. И сажу отдельно каждый кустик. Дачников волнует вопрос, как виноград, перезимовал, не перезимовал. Ну, я думаю, зима была не очень морозная, мягкая зима была. Я думаю, что виноград перезимовал. Вот. Если только у кого мыши его не погрызли. И вот сейчас, при первой же возможности, при первой же возможности, у кого особенности пленкой обычной, закрыт виноград, надо пленку приоткрывать. Иначе он или в рост тронется, или запреет от влаги, которая будет испаряться. Может, почки некоторые могут выпасть. Вот поэтому, чтобы этого не допустить, надо проветривать виноград. Подготовил Михаил Сергеевич грунт под огурцы. Картофель ранних сортов на свет выставил. Теравизирует, проращивает ростки. А в этой коробочке уже появились сходы семян земляники Елизавета. Считается суперэлитной. Поделился известный дачник и секретом выращивания рассады с удвоенной корневой системой помидоров. Вот если посадить вот так вот два куста помидора вместе, а потом, значит, потом, вот тут их привить друг к дружке, сделать прививку. Надрезаешь стебель тоненькой пластиночкой с одной стороны, с внутренней между ними, с другой, и потом их соединяешь между собой, и такой пленочкой обертываешь. Как только пройдет примерно неделя, один, видно будет, какой из них лучше идет, и один кустик вот так вот удаляется. Что это дает? Это дает вот эту оставшуюся кустику мощную корневую систему, и он растет более мощно и дает более обильный урожай. На сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго. И до следующей встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!